Сделать взнос в программу софинансирования пенсии можно до 31 января 2015 года. Такая возможность дается тем гражданам, кто вступил в программу в предыдущие годы, но личных взносов не делал. Все подробности далее. Предложение касается всех участников программы, вступивших в нее как в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2013, так и в ноябре-декабре 2014 года. Напомним, что по условиям программы государства ежегодно обеспечивается финансирование добровольных взносов граждан на будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год. Программа действует 10 лет с момента первого взноса. При этом закон позволяет участнику программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату, так и возобновить в удобный для него момент. Речь сейчас идет о тех людях, которые не вступили в программу государственного софинансирования, но до сих пор не приступили к уплате. Дело в том, что если эти люди не заплатят до 31 января 2015 года, то они автоматически выбывают из программы государственного софинансирования. К сожалению, 345-м федеральным законом была продлена программа государственного софинансирования для лиц, не являющихся пенсионером. Продлена она была с 1 октября 2014 года до 31-12 2014 года. За этот период в эту программу в городском округе из АТО города Фокина вступило 25 человек. Также, если эти люди вступили в эту программу в этот период, но до сих пор не приступили к уплате, им необходимо до 31 января 2015 года сделать первый взнос. Иначе они автоматически выйдут из этой программы. А другие уже не имеют права участвовать? Да. К сожалению, уже другие лица, которые не вступили в эту программу, в этой программе участвовать не могут. Платить взносы можно как через банк, так и через своего работодателя. Для платежа через банк бланк платёжной квитанции с реквизитами можно получить в пенсионном фонде по месту жительства, в самом банке или скачать на сайте пенсионного фонда. Для платежа через работодателя необходимо подать в бухгалтерию заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного взноса по программе в денежной сумме или в процентах от зарплаты. В Приморском крае в программу софинансирования вступило более 130 тысяч человек. Перечисляют добровольные страховые взносы около 25 тысяч приморцев. Что касается фокинцев, то в данной программе участвует 1830 человек. Однако к уплате приступили только 600. Каким образом можно уплатить первый взнос? Нужно обратиться или в наш отдел, в 207 кабинет и получить квитанцию об уплате добровольного взноса. Или же можно обратиться к своему работодателю и написать в произвольной форме заявление о том, чтобы работодатель из заработной платы застрахованного лица перечислил добровольный взнос по программе государственного софинансирования. Подробную информацию о программе государственного софинансирования пенсии можно узнать на сайте www.pfrf.ru или по телефону горячей линии отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю 8 423 249 86 18 20 12 21 31 21 21 Продолжение следует...